Всем привет-привет, ребята! Сегодня 25 октября, у нас в Алматы бьюти-день с Еленой Крыгиной, в Алматы Тауэрс, в бальном зале. Начало в 11.30, но сейчас уже час дня. Я решила опоздать, потому что по программе Елена выступает только в 2 часа, начиная от выступления своей. То есть с 11.30 до 2.00, там только регистрация, знакомства, подарки, бла-бла-бла. Магазины там, по-моему, будут представлены, продавать будут косметику. Я решила попозже пойти, потому что мероприятие будет до 7.00 вечера, и с 11.00 до 7.00 торчать там, конечно, сложновато, мне кажется. Переписывала сейчас с Валерией, девочкой, которая была со мной в Ютубе тоже. Блондинка, помните, блогер? Она уже там. Говорит, уже Лена начала показывать макияж. Так что я так опаздываю жестко вообще. Погода радует в Алматы, солнышко. И я поэтому решила снять пальто, остаться в пиджаке. Такой у меня лук сегодня, ну, честно, голубой. Музыка творческой, там, художественной организации. Нам не казалось, как бы журналы не писали про зону-куплашку, ее нужно оберегать. И все такое, это все такая нежная. Это все, конечно, классно, но это самая жирная часть на лице. Потому что организм тоже сам знает, что эта кожа тонкая. И он ее дополнительно обороняет. Дополнительно ее защищает жирной пленкой. Поэтому, если вы страдаете такой опцией, как макияж съелся через полчаса, то это как раз вот по этому поводу. Это жирная пленка выделяется особенно сильно. И здесь хорошо бы проработать со солькими длицентами макияжа. Даже, возможно, с легким спиртовым содержанием. Ему будет там капелька, он ничего не высушит. Один раз так точно. Зато он позволит вашему макияжу продержаться. Сегодня такой счастливый день, потому что я встретила столько девчонок. Они как раз посмотрят мой канал. Какими рады меня видеть, да? Еще одна партия красоты. Мы просили устроить встречу с подписчиками. Так ничем не устраивать, потому что есть вас так много. Вот новые девчонки, новые красавицы. Я хочу пить, но я не могу попить, потому что все хотят селси. Сегодня одни красавицы собрались. Капельня красоты в одном здании. Вообще просто. Привет, чем тем. Я просто достаю камеру и снимаю всех. Вообще такие... В общем, Еву я показывала уже в Инстаграме. Это, в общем, самая классная девчонка. Ева очень красиво танцует. Просто все прям ради интереса найдите и посмотрите. Мы вот всех сегодня объединяем День красоты с Еленой Крыгиной. Мы вышли попить, по-другому нам дали, да. По-моему, здесь, в общем, эти, как они называются-то? Макароны. Макароны и сок. Вот, и сок бага. Просто всем интересно. Еще вот встретила подписчицу девочку. Она сделала для меня и для моей дочки ободочки. Вот такие ручной работы. Она давно мне хотела передать, никак не могла меня словить. Пришла специально. Да, классный, скажи. Мы все отбудем. Да, и дочери у меня просто. Живую еще кручу. Это не будет повтором темных кругов, ни в коем случае. Но растушевка вот эта снизу, затемнение, оно очень важно по макияжу, потому что оно также увеличивает глаза. Когда вы глазик причерпнули исключительно вот таким вот образом, вы его сомкнули. Вы его сразу сделали очень маленьким. И не всегда достаточно у нас нижних ресниц, для того, чтобы на кассе все это стало гармонизировано. Потому что нижние ресницы так же не теряем на глазах. Я вам настоятельно рекомендую дать блик на глаз. То есть сделать легкое вот такое подарок. Если, смотрите, есть глазик, есть уже губы и уже так же не хватает ресничек. Согласитесь, если ставить здесь нарисовать, то глаз уже хватает эффект. И не хватает коррекции. То есть для нюдового, например, макияжа, коррекции с помощью одних только румян очень, более чем достаточно. Не всегда нужно использовать вот прям как в сценарию темные коррекции. Очередь на автограф-сессию клеения. Там, в общем, она там где-то сидит. Нормально. Дорите, сколько у нас людей в Алматы. Женя, приветики, ребят, 200 тысяч подписчиков. Да, у тебя больше, конечно, да. Ты купила их. Блюсь, день с Еленой Крыгиной подошел к концу. Я очень устала. Еду домой. На каблуках была целый день. Хорошо, что я не пришла. Действительно, в 11 утра, что я пришла к двум. И я все равно устала. И встретила столько подписчиц. И все хотели селфи. И было настолько круто. И такое впечатление, что у меня была большая встреча с подписчиками. Вы же еще спрашиваете, когда встреча с подписчиками в Алматы и девчонки. Честно, я не знаю. Мне кажется, что я уже всех встретила, вот пока я здесь нахожусь в этот период в Алматы, что я встретила уже всех, кого только можно. И устраивать встречу, мне кажется, пока, ну, может быть, не то, что рано, а холодно. Плюс ко всему, я как-то не знаю. Я сейчас уезжаю. Девчонки, давайте я вот организую встречу. Я просто не хочу, чтобы это было что-то такое простое. Просто там встреча в парке или где-нибудь в кафе. Я хочу сделать что-нибудь классное. Я тоже хочу какой-нибудь бьюти-день устроить, чтобы это было запоминающееся. Конечно, вход будет абсолютно бесплатным. Я ни в коем случае не буду с вас брать денег. Я хочу, чтобы вы все пришли, все, кто смотрите мой канал, чтобы не стеснялись. И хочу организовать что-то действительно прикольное, чтобы это не было так банально. Поэтому, я думаю, в этом году пока не получится. Но я обязательно сделаю встречу в следующем году. Уже как потеплеет, скорее всего. Давайте весной. Потерпите немножко, я с вами. Я буду снимать видео, буду снимать влоги. Поэтому не расстраивайтесь. Ну, реально, мне кажется, я уже всех встретила, кого только можно в Алма-Ате. И поэтому, как-то думаю, ну, наверное, уже точно никто не придет. Потому что я встретила всех уже. Было весело, было много людей. Было много красивых девчонок. Визажистов было много. Просто любители бьюти, тематики бьюти. Бьюти вообще любители косметики. Девочек, девочек, припевочек было много. Мишных, каких хочешь вообще. Я удивилась. Ну, потому что много-много. Еще такая очередь была на автограф-сессию большая. Прям огромная. И девчонки все так устали. Всем так было тяжело стоять. Но все равно все стояли до последнего, ждали своей очереди. На самом деле, Ильяна очень стойкий такой солдатик. Потому что, насколько мне было, да, тяжело. Я ничего не вела, ни мастер-классов, не делала макияжником. И я не общалась с аудиторией. Она все это делала несколько часов подряд. Плюс потом автограф-сессия со всеми селфи, всех обнять. Молодец. Вообще молодец такая прям. Я прям удивилась, насколько она стойкая. И такая доброжелательная, всем улыбалась, со всеми фотографировалась. Молодец. Блин, вообще классно, на самом деле. Я рада, что я пошла. Хотя многие мне говорили, что ничего нового не узнали от этого семинара. Что все это так банально. Ну, я много такого услышала от девчонок, что таить, да. Билеты были недешевые. От 10 до, по-моему, 25 тысяч тенге. Там был даймонд сектора, то самое, типа вип, випу был голд, сильвер. По-моему, еще был какой-то самый дешевый. Бренды, различные магазины, интернет-магазины. Там были стойки, продавали косметику, шампунчики, даже органические детоксы какие-то. Ну, прикольно. Чисто такое девчачье мероприятие. Но я бы его немного по-другому бы организовала, конечно, хочется, хотелось бы что-то более такого прикольненького. Поэтому я подумаю, что же я могу сделать для вас, какой формат, какую встречу. Я буду это очень тщательно организовывать, поэтому, ну, потому что я не хочу, чтобы это было банально. Я хочу, чтобы пришли все. Я хочу, чтобы это было запоминающееся, просто и здорово, и весело. Вот. Ну что, девчонки, буду прощаться. Хочу приехать сейчас домой, отредактировать для вас влог. Пока-пока-пока.